На сегодняшний день мы соберемся молиться. Кто должен выйти и стать имамом? Если же есть в мечети постоянный имам, то никто кроме него не должен выходить. Также правители, если становится на него, никто не должен встать. Также хозяин дома, если молит, сидит дома, то есть никто не может стать имамом вперед от него, но кроме всего он сам не разрешит. Если же, например, выехали куда-то отдохнуть, дали камад на намаз, что должны делать? В Галибе тфаздал, 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 тфаздал. Начинается, ты выходи, нет, ты выходи, давай, ты, пожалуйста, выходи. Это неправильно, это не еда. Нет, это религия. Сам, кто лучше знает Хур'ан, лучше читает его, он выходит. Это алимам понимание, что он говорит о животное удержит. Он проникает... Не нужно предлагать всем подряд выйти. Должен выйти тот, кто лучше всех знает Хур'ан. Например, вы выехали с друзьями и имам знает, что он здесь лучше всех знает, рабочий из Хур'ана знает, лучше читает. Он должен сразу выходить, не нужно какого-то предлагать или просить его. Как пророк сказал, что выйдет имам тот, кто лучше знает Хур'ан. То есть здесь не стоит вопрос, что он хочет показуху. Нет, это приказ пророка ему выйти из статьи, потому что он лучше всех знает Хур'ан. Особенно, когда вы в мутаре или место, понимаете? Может быть, человек не может быть правильным. Может быть, человек может быть правильным. Может быть, человек может быть правильным. Понимаете, дружище? Да, да. То есть как это заставить? Вы знаете, что вы обеспечиваете правительство? Подписывайтесь на этот вопрос. Это говорит Аллах Азимин. как говорит об этом человек что должен быть и тот кто лучше знает больше знает как на пряча горячих в аэропортах часто бывает в аэропортах в общественных местах выходит имамом тот кто вообще не умеет читать или что-то вообще противоречит ахлисуна в основах то есть не нужно если ты знаешь что ты хорошо читаешь хуран и ты считаешь что ты из присутствующих лучше больше создаешь ты должен выйти имамы легко